Добрый день уважаемые друзья, меня зовут Юрий Хамутский, основатель и руководитель клуба успешных инженеров и руководитель проекта aboutdc.ru Клуб успешных инженеров это сообщество, команда людей, которые не равнодушны к своей зарплате и хотят ее повысить Которые не готовы довольствоваться 40, 60 или даже 80 тысячами рублей и хотят удвоить, утроить свой доход Ну а мой подход при этом заключается в том, что даже зачастую не надо никаких дополнительных знаний получать Можно свои знания по основной работе монетизировать другим, третьим и четвертым способом и получать вторую, третью и четвертую зарплату Мы это делаем с помощью написания статей, с помощью получения дополнительной работы, развития личного бренда, фриланса и так далее, и так далее, и так далее Но сегодня мы с вами поговорим о том, нужна ли инженеру кандидатская диссертация В принципе этот вопрос можно поставить более широко Нужна ли экономисту диссертация, нужна ли бухгалтеру диссертация, нужна ли менеджеру диссертации и так далее Смотрите в чем дело Для начала я вам советую на самом деле посмотреть мое видео, называется пирамида должностей Там я рисую такую пирамиду и говорю, что нижний уровень пирамиды это люди без опыта Второй уровень это люди без опыта, без образования Второй уровень это люди с высшим образованием Третий опыт руководители Четвертый уровень топ менеджера Я более подробно рассказываю, как эта схема работает И сейчас я хочу донести мысль, что если вы планируете идти в диссертацию, то вы уже на втором уровне Очевидно, что у вас есть высшее образование Второй уровень это любые должности Инженер, механик, слесарь, менеджер, юрист, экономист, бухгалтер Кто угодно Человек с высшим образованием Работает по своей специальности И средний уровень дохода, зарплаты у такого человека Ну порядка 80 тысяч рублей для Москвы на сегодняшний день В регионах, наверное, делите на 2, иногда даже на 3 Там будет уровень зарплат, конечно, ниже Ну так вот, что интересно, что Если вы переходите с первого уровня на второй То ваша зарплата резко возрастает Примерно раза в 2 Если вы со второго уровня переходите на третий В руководителе, ваша зарплата резко возрастает Примерно раза в 2 Если вы переходите с второго на первого Ваша зарплата возрастает как минимум в 2 А в принципе топ-менеджеры до бесконечности могут получать А вот если вы развиваетесь внутри своего уровня Внутри уровня То ваша зарплата может изменяться только на 2%, на 3%, на 5% И это будет счастье, если вы увеличите зарплату на 10% Так вот, кандидатская диссертация Это способ повысить свою зарплату на 5%, ну может быть на 10% И то не везде это оценят Дело в том, что научные сотрудники получают достаточно мало Если вы после защиты кандидатской решите работать где-то в научной среде То ваш доход не будет велик В коммерческой фирме на работе вы заработаете все-таки больше денег Если вы работаете уже в коммерческой фирме и получаете диссертацию То скорее всего в большинстве случаев это вообще никак не отразится на вашем доходе Пойдите прямо сейчас спросите у своего начальника и у своего директора А ну, я хочу типа получать кандидатскую диссертацию Нужна она вам? Вы ее будете ценить? Василий Петрович, Петр Степанович, Иннокентий Савелыч Вы будете мне платить в 2 раза больше за то, что я стал кандидатом технических, экономических и любых других наук? Что он вам скажет? Он вам скажет, Петя, успокойся Мы тебе, конечно, чуть-чуть, может быть, прибавим, а может быть, не прибавим вообще Нам сейчас нужды в таких сотрудниках нету Имейте ввиду, вы нарветесь на такой ответ И единственным, если вы попали на такой ответ Единственным для вас выходом будет искать снаружи на рынке где-то работу Где будет цениться ваша кандидатская И вы ее, наверное, найдете, где-то вы найдете компанию, где она будет цениться И там будет ваш доход на 10, я почти не знаю случаев, что было на 15% выше Но если найдете, окей, пусть будет на 15% Но я хочу сказать главное, что если вы стремитесь к деньгам, к успеху, к финансовой свободе, независимости, к достойной пенсии, к достойной зарплате, к хорошему уровню жизни и так далее То это вас не приведет к этим целям Вы на пирамиде из четырех уровней, вы как были на втором уровне Прослоите второго уровня, так вы в ней и останетесь Да, вы были, может быть, на втором уровне чуть ниже Будете чуть выше на втором уровне Вы были инженером 96-го разряда Теперь будете инженером 63-го разряда Или наоборот, да, по-моему, чем выше разряд, тем типа круче, да Вы были инженером второго разряда Теперь будете 24-го разряда А потом будете 63-го разряда А потом будете 115-го И ваша зарплата будет расти от разряда к разряду на 1%, на полпроцента, на 5%, если мало разрядов, если там 6 разрядов у инженеров, да, ну между ними 5% дельта будет. С первого по шестой разряд это 30% дохода. Друзья, это не то, куда стоит вкладывать свои знания, навыки сегодня и время. Имейте в виду, что к успеху, к деньгам, финансовой независимости и так далее диссертация никакая экономическая, финансовая, там медицинская, медицинская еще немножко отдельная тема, там все по-другому в медицине. Кандидат технических наук не приведет вас к желаемым финансовым целям. Вы как были на втором уровне, так вы на втором уровне в этой пирамиде и останетесь. Вам надо смотреть в другую сторону. Вам нужно перед собой поставить должности более высокие, нежели ваше. У инженеров их 3. Это РП, начальник отдела и ГИБ, и стремиться к ним. Тогда вы удвоите свой доход при тех же знаниях, без всяких кандидатских. Имейте это в виду. Ну и я не могу затронуть, наверное, тему, когда все-таки стоит получать диссертацию и стоит, да, идти в аспирантуру. Наверное, на сегодня один из основных моментов, это если вы планируете уехать за рубеж. Вот там ученых ценят. Ну здесь ничего не сделаешь. Но если в России их не ценят, ну а что я еще могу сказать? Но там, за рубежом, в Германии, в Швейцарии, в Канаде, в США их ценят. И там вы можете получать зарплату и в 10 тысяч долларов, и в 10 тысяч евро, и в 15. А начнете, может быть, с 5, с 7, с 8 тысяч. Тогда да. Если вы видите перспективы миграции, тогда да, стоит. Еще один вопрос затрону в этом видео. Многие думают, что если они будут получать кандидатскую диссертацию, они будут в процессе получения диссертации заниматься наукой. Я вас здесь немножко огорчу. Многих людей, кого я знаю, кто получали диссертации, они занимались очень много формализмом. И вообще работа ученого сегодня это сплошная формальность. Это написание стопки документов, чтобы получить какой-то грант на разработку или на какие-то научные исследования. Потом их выполнить, условно, за 20% времени. А остальные 80% времени, 40% это вначале получить грант и 40% это потом отчитаться за этот грант. У нас очень много макулатуры, очень много бюрократии, очень много документов, подписей начальников, руководства, начальников институтов, одних, других, третьих, согласований. Это все занимает очень много времени. Реально наукой люди занимаются очень маленькое время в течение своей жизни. Поэтому эдакое разочарование бюрократическое вас может ожидать. Вот такие у меня мысли насчет кандидатской, насчет аспирантуры. Дальше уже решайте сами, поделитесь своим мнением в комментариях. Интересно будет узнать, что вы про это думаете. Мой опыт, я сам не получал ее. И то, что я вижу по людям, я вам рассказал. На зарплату это почти никак не влияет. Уехать за рубеж, окей, это хорошая идея, имеет смысл. Заниматься наукой это бюрократия, а не наука. Вы не будете счастливы в нынешних российских научных институтах, ни научно-исследовательских институтах. Счастливы вы там, скорее всего, не будете. Если вы все-таки нацелены на заработок и на финансы, то ориентируйтесь на фриланс, ориентируйтесь на доп. доход, подработки и ориентируйтесь на те должности, которые выше вас. Вам нужно до них допрыгнуть. И здесь кандидатская вообще вам не подмога. Все, друзья, у меня все. Ставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропускать, потому что впереди у нас много-много-много полезной информации. С вами был Юрий Хамутский. Всего доброго. Пока-пока-пока. Субтитры подогнали Симон.